Девушки отдыхают Это смертельная игра повторится еще много раз, изо дня в день. На разминирование огромных территорий, где еще недавно шли бои, мобилизовано 150 тысяч детей. За окном 1944 год. Я вам скажу, что очень даже страшно. Ну как так? Конечно, не думай, что ты подорвешься. Детские руки обезвредили тысячи неразорвавшихся снарядов, авиабомб, пехотных и противотанковых мин. Миноискателей не хватало, впрочем, от них было мало толку. Выручали зоркие глаза, быстрые ноги и мальчишеская смелость. Плакали только тогда, когда погибали друзья. Меркулов Александр оторвало ему руку. Сычев Николай взрывной волной выбил ему глаза, повредимое лицо, грудную клетку. Сморокова Сережа подорвало до куски. Ухранить там даже по кускам собрали. Малоизвестные факты послевоенной истории, о которых не хотели или не давали говорить вслух. Сколько мальчишек погибло на этих работах, не знает никто. Скольким они спасли жизнь, неизвестно. Летом 1943 года под куском решалась судьба Второй мировой войны. К июлю советские и немецкие войска завезли на этот небольшой участок фронта сотни эшелонов боеприпасов и горючего. Здесь с каждой стороны изготовились к бою около двух миллионов человек, тысячи танков, самолетов, десятки тысяч орудий. Боевые позиции ощетинились колючей проволокой. Все подступы к ним были усыпаны милами. Прифронтовые поля перекопали саперы, нашпиговав каждый метр смертоносным металлом. Утро 5 июля взорвалось мощной артподготовкой. Так начиналась одна из самых кровопролитных битв в истории человечества. За две недели боев противники обрушили друг на друга горы, мин, бомб и снарядов. Земля смешалась с металлом. Небольшой поселок Панари, севернее Курска, стратегически важная точка. Рядом железная дорога на Москву. Полтора года здесь хозяйничали немцы. А летом 1943 поселок оказался в самом пекле боевых действий. На кадрах трофейной хроники эпизоды той битвы. Красная армия выстояла и вскоре перешла в контрнаступление. Это был перелом войны. На освобожденные территории возвращалась мирная жизнь. Совсем маленьких мальчишек-сирот набирали в Суворовские училища. Их старших братьев, кому больше 16-ти, мобилизовали в армию по полной терриде. Наши потери в Курской битве были жестокими. А подростки от 14 до 15 лет вместо мужчин, ушедших на фронт, тянули на себе семьи. Они, малолетки, бредившие фронтом, облазили окрестные поля, вооружились до зубов трофейными автоматами и винтовками, и не давали прохода командирам советских частей, просились на войну. Почти полтора года они жили в фашистской оккупации. И теперь горели желанием бить врага. На фронт я, допустим, начал проситься, как только пришли наши солдаты. Когда фронт шел, и очень много, прямо обоз шли, вот я говорю, я и лошади управляю, вот возьмите меня. Ну, мне сказали, что, говорит, нет, вас еще, значит, рановато брать. Алексею Мазурову было 13, когда гитлеровцы заняли его родное село. Он видел, что творили оккупанты с местным населением. Почти год он прятался в погребах или на чердаках, чтобы не попасться немцам, угонявшим молодежь на работы в Германию. Алексей знал, скоро придет время, и он рассчитается с врагами по полной. Красная армия уходила все дальше на запад. На освобожденных территориях каждый метр земли таил себе смерть. Трофейные и саперные команды обезвреживали оставшиеся после боев мины, бомбы и снаряды. Собирали оружие, хоронили погибших. Но им не хватало сил. И тогда тыловые службы фронтов стали призывать на подмогу местных жителей. Из постановления военного совета Воронежского фронта о формировании вспомогательных трофейных рот. Роты сформировать из мужчин и женщин в возрасте от 16 лет. Допустить зачисление в роты подростков 14-15 лет, изъявивших добровольное желание. Обратить особое внимание на обеспечение их саперами-подрывниками, лицами, знакомыми с вооружением, боеприпасами, автомашинами. Могли ли эти мальчишки представить, что когда-нибудь они станут саперами? В августе 43-го Михаил Горяйнов с двоюродным братом отправились в Панери узнать, цел ли их дом. Перед началом Курской операции всех жителей в приказном порядке выселили в тыл на 10-15 километров. По дороге в поселок мальчишки встретили лейтенанта Красной Армии, который неожиданно предложил им немного поработать. Незадаром. Михаилу Горяйнову было 13 лет, когда в Панери пришли фашисты. Он помнит, как в их дом ввалились солдаты. Увидели на стене фотографии офицеров Красной Армии и на глазах у мальчика убили его бабушку. На фотографиях были ее сыновья. А Михаилу пригрозили, что пристрелил, если будет общаться с партизанами. И вот теперь лейтенант предложил ему работу в трофейной команде. На месте Михаила любой бы согласился. Будет собирать оружие, да еще накормят досыта. О таком он и не мечтал. Вскоре он, как и его друзья, поймет, что это тяжелая, жестокая и опасная работа. Особенно, когда надо хоронить погибших. Так у вчерашних пацанов начиналась взрослая жизнь. Запах на 50 метров уже, до 50 метров. А если я теперь что навстречу, слышен был запах. И вот к такому трупу надо подходить мне. Подходить и искать все это. В окопе лежить. Землю я просыпал, царство небесное. Окопа нет. Воронка большая. Воронку. И сделали культурно. Туда положили, сколько уместится. Мальчишки наблюдали, как работают саперы. Перенимали нехитрые секреты. Получали кое-какие навыки. Что такое ощущение близкой смерти, они узнают совсем скоро, когда сами начнут заниматься разминированием. Куда ни ступи, весь день разорвавшиеся снаряды и мины. Сначала их команда обследовала 50-метровую полосу по обе стороны дороги. Мин было столько, что взрослые не успевали их обезвреживать. И тогда за дело брались мальчишки. Работы хватало всем. Как обращаться с обнаруженными боеприпасами, этих пацанов особо не учили. Так объяснили в двух словах. Почему мальчишкам доверили лошадь с телегой, они поначалу не поняли, но спрашивать не стали. А вскоре узнали. Мощная противотанковая мина на вес человека не реагирует. Лошадь же подорвется обязательно. Может, бывалые солдаты решили не рисковать? Вот и пустили вместо себя этих несмышленышей. Такое на войне тоже случалось. Мальчишки погибали. По собственной неосмотрительности или по вине взрослых. Однако в их команде нашелся один добрый человек, который пытался уговорить пацанов бросить это опасное занятие. Михаил говорит, что вам жить не хочется? Что вы кидаетесь на смерть, сами лезете? Зачем? Поживите, вы же еще не жили. Они жизнь прожили, старики, они боятся уже всего. Вас пускают, вам все заставляют делать. У командира трофейной команды была своя железная логика. Он должен жалеть взрослых бойцов, а не сопливых мальчишек. Этих, если погибнут, не жалко. Вот он стоял, думал, думал и говорит, да. Вот его прозорвала мать, поплакала бы. Да и все. А послал бы я мужиков, у кого у них трое-четверо детей остались бы. Кому не нужны? Тогда Михаил понял, жалеть их некому. Остается надеяться только на себя и на везение, конечно. За две недели их небольшой отряд похоронил сотни погибших красноармейцев. Разминировал тысячи мин и снарядов. За день бывало один маленький сапер обследовал по полгектара поля. Понять, как они справлялись, невозможно. Ведь даже сегодня профессиональный сапер способен разминировать от 20 до 50 квадратных метров за световой день. Михаил Горяинов в той саперно-трофейной команде числился добровольцем. И работал фактически только за еду. Каждый день рисковал. Ходил по краю. Ни в каких списках не значился. Легендарная Атлантида найдена. Секреты океана. Чудовище из бездны. Фантастические истории. В понедельник в 22.00 на РЕН-ТВ. К началу 44-го года стало ясно, что ни армейские саперы, ни вспомогательные трофейные команды не в состоянии самостоятельно очистить освобожденные территории от мин, бомб и снарядов. Военкоматам была дана команда привлекать к разминированию даже тех мужчин, у кого была броня. Понятно, что особого желания обезвреживать смертоносные боеприпасы у них не было. Они даже предпочитали уходить на фронт, чем здесь, в тылу, ложиться в могилу. А те мужики все говорят, на фронт. Кого не вызовет на фронт. Все на фронт согласны, отсюда мин рвать не будет. В начале 1944 года стало ясно, обезвредить колхозные земли к весенней посевной не удастся. И тогда за подписью председателя Государственного комитета обороны Молотова вышло постановление о привлечении организации ОСАВИАХИМа к работам по разминированию. ОСАВИАХИМ – общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству. Добровольная общественная организация. В довоенные годы в ней обучали молодежь основам военного дела. А тем временем фронт откатывался все дальше и дальше, оставляя за собой горы металла, искореженную технику, напичканные взрывчаткой поля. Пора было сеять хлеб и кормить голодающих людей. И тут начали приходить сообщения. На минах подрываются вышедшие на полевые работы сельчане. Мужчин для разминирования не хватало. Те, кто не ушел на фронт, работали в две смены в тылу на оборонных предприятиях. Стариков и женщин в саперы не брали. Оставались подростки. Весной 1944 года в деревнях и селах Курской области стали появляться листовки ОСАВИАХИМа. В этих обращениях подростков не только призывали включиться в работы по разминированию, но и предупреждали, с чем они могут столкнуться. Помни о коварстве врага, о ловушках, сюрпризах, повсюду разбросанных врагом. Осторожно обращайся с ними. Подобные предупреждения оказались совсем не лишними. С 30-х годов немецкие минные технологии были самыми совершенными в мире. В ходе войны появились вот такие мины с хитроумной защитой от разминирования. Или вообще установленные на неизвлечения. На похожих боеприпасах подорвалось много саперов. Одно неверное движение, незамеченная растяжка или потайной механизм, и человек взлетал на воздух. Мальчишка Алеша Мазаров вывозил красноармейцев пострадавших от минсюрпризов. Там была заминирована территория, значит, и погибли наши солдаты. Мы привезли, и у нас было 4 раненых. И в соседа было, того 6 было человек раненых. Ну, два товарища умерли. Желающих записаться в минюры по призыву Осавиахима оказалось много. Ведь большинство мальчишек мечтали о фронте, но их по малолетству не брали. А тут шанс проявить себя, заняться взрослым делом, очищать землю от смертоносных боеприпасов. Мальчишки быстро взрослели, набирались опыта. Страха не было. Страх приходил потом. От недоедания дети теряли сознание. Многие умирали. Кругом голод и разруха. А в саперных командах кормили хорошо. Потому что есть нечего было, вот так если говорить, то искали, значит, где и куда. В тылу наесться досыта и не мечтали. Пацанам-саперам всегда выдавали хлеб и картошку. И как праздник, о котором забыли, тушенку. Мальчишки и не скрывали, что на мины многие шли из-за злости на немцев и постоянного неутолимого голода. Ну, картошка, военкомат привозил нам, хлеб привозил нам и в основном подсолнечное масло. Команды разменеров, как их тогда называли, формировались не только из добровольцев. Ребят призывали и через военкоматы. Виктор Сибилев получил повестку в конце 1943 года. Работаю. Повестка приходит в военкомат. Кружку, ложку, котелок и вперед. Трехмесячные курсы, я собираю хима. До, значит, ноября, декабря, январь. После того, как немцев выбили из родного города, Виктор Сибилев начал работать парикмахером. 15-летний мальчишка кормил матери младшего брата. В начале апреля 1944-го пришла похоронка на отца. Оказалось, он воевал совсем рядом, в Курской области. Погиб, по сути, на родной земле. Пацаны становились саперами быстро, за пять недель. По три часа занятий в день. Главный предмет – разминирование. Отработка самых общих навыков. Главная наука – делай, как я. Дальше – практика. Изучить все взрывчатые весы, немецкие, венгерские, русские, гранаты, мины, минометные, снаряды, представьте, невозможно. В основном было обучение направлено на технику безопасности. Дмитрий Гридасов. Полтора года прожил в оккупации. У его деревни проходила линия фронта. Однажды там проводилась разведка боем. Он видел, как немцы штыками добивали раненых роснармейцев. С тех пор поклялся мстить фашистам, пока будет жив. С этим и пришел в саперную команду. А зам разминирования мальчишек учили саперы-фронтовики, офицеры и сержанты. Некоторые из них потом и возглавили команды. Но профессионалов не хватало. Поэтому толковых подростков готовили как инструкторов и назначали старшими групп разминирования. Когда дошло до дела, некоторых мальчишек отчислили. Они так и не смогли перебороть свой страх. Инструктор показал, вот, чтобы взорвать, берет толкую шавку, капсулу. Вот давай, позатижи, сделай. Поджог, сбросил. Один, как говорится, начал, ну из нашей группы был. У него руки дрожат. Он посмотрел на него. Так, иди домой, и не надо. Отправил. И больше мы его не видели, он с нами не был. Василий Гуляев до 1941 года жил в Курске. Потом его отправили в эвакуацию. Вернулся в 43-м. Через год был зачислен в команду саперов-подростков. За ним закрепилась слава знатока мин и снарядов. Первое разминирование провел неподалеку от этого дома. Тех, кто прошел испытания, чуть ли не на следующий день отправляли на разминирование. Приходилось обезвреживать хитроумные сюрпризы, оставленные немцами. Кто бы мог подумать, что мяукающий кот – живая мина. Человек поднял ведро, а к животному привязано взрывное устройство. Выдернул чеку, все взлетело на воздух. Мальчишкам самим приходилось разгадывать многие взрослые загадки. Часто ценой своей жизни. Ну, мы не боялись ничего, не боялись. Вот когда только убило, допустим, ну, еще мало-мало, как будто подрожали. А так мы не боялись ничего. Николай Калугин. Он помнит, как сразу после освобождения деревни от немцев, он, 15-летний мальчишка, помогал в истребительном отряде участковому милиционеру ловить и конвоировать дезертиров. Потом поступил в разминирование. Потери в командах юных саперов начались с первых дней работы. Только в июне 44-го года в Курской области погибли на минах 30 подростков. А Москва торопила. Надо было завершить разминирование освобожденной территории к началу весеннего сева 1945 года. Вероятнее всего, объем работ тогда мало кто представлял. Позже выяснится. В Курском сражении на метр фронта приходилось от 3 до 5 мин. Каждый день приносил новые сообщения о погибших или изуродованных людях. Вот правда той войны. Женщины в селах отказывались выходить в пули. Они только ступили раз, глянули, убитые, мина, снаряды. Оооо, мы не будем, что хочешь делайте, мы не пойдем в это поле. Из отчета Курского областного управления Осавиахима о проделанной работе по разминированию в 1944-45 годах. Подрыв гражданского населения. В 1944 году убито 140 человек, ранено 99. В 1945 году убито 73 человека, ранен 31 человек. Итого за 1944-45 года убито 213 человек, ранено 130. Председатели колхозов, директора совхозов стояли в очереди, чтобы перехватить освободившуюся команду мальчишек-саперов и привести к себе в хозяйство. Мы вот в одном колхозе деревни, ну и колхоз, разминируем. А соседний председатель из соседнего села, председатель, вот сели мы ужинать, допустим, а он приходит к нам, когда ко мне, на моё поле, меня дома женщины не пускают, веди минёров к нам. Мальчишки собою гордились. Их ценят и уважают за смелость и риск. Внешне они всячески старались подчёркивать свою беззаботность. А сердце нет-нет, да и сковывал страх. Я вам скажу, что очень даже страшно. Ну как так? Конечно, не думай, что ты подорвёшься, не взорвёшься. Смерть ходила рядом. Каждый день. Каково это в 15 лет видеть разорванное тело то одного, то другого товарища? Работали по большей части вслепую. Планы минных полей, которые оставляла за собой Красная Армия, получить было трудно. А если такой документ находили, то порой информация в нём оказывалась неверной. Так и произошло, когда вместо указанных 170 противопехотных мин сапёры обезвредили 750. Немецких карт взять было негде. Работали, перебирая руками землю по сантиметру. Причём у каждого мальчишки была своя специализация. У нас так разделили на три категории. Разведчики, подносчики и подрывники. Больше месяца Николай Калугин провёл со своей сапёрной командой в одном из районов Курской области. Каждая из сторон в ожидании наступления противника обложилась огромным количеством мин. Вот так это выглядело на схеме. Куда ни ступи, везде притаилась смерть. Окопы немецкие, проволосные заграждения вдоль обороны этой немецкой. И два ряда противотанковых мин, они шахматы порядка. Два ряда противопехотных, четыре ряда. Это на сотни километров. Тут наша оборона. Два ряда противопехотных, два ряда противотанковых мин. И вот мы разминировали. Миноискатель не помогал. Чёткий прибор ловил любой скрытый в земле металлический предмет. Осколок, пулю, гильзу. И не переставая раздирал уши сигналом. Вот миноискатель, знаешь, он пищит без конца. А распищит металло, что-то найдёшь то ли мина, то ли осколок. Поэтому миноискатели, я бы скажу, в этих случаях не очень себя оправдывали. По этой причине мальчишки миноискателем и не пользовались. Вместо этого включали все органы чувств. Пацаны, народ ушлый, наблюдательный. Очень скоро научились точно распознавать места установки ми. Идёшь уже сейчас, ты знаешь, что вот на этом месте мина. Ну, она и по траве видно, трава уже так, не так там растёт на этом месте, где копали. Постепенно приходил опыт, знание особенностей разных типов мин. В простых случаях требовались 3-4 доведённых до автоматизма движения. Дмитрий Гридасов и сегодня прекрасно помнит, как обращаться с опасными боеприпасами. Здесь главной взрыватель, здесь вставляется боковой взрыватель, который это против мин. И вставляется двойный взрыватель. Все эти два взрывателя при разминировании может мин. подорваться. Чтобы не попасться на немецкую мину сюрприз, мальчишки их сначала сдёргивали. То есть использовали вот такое приспособление, кошку. Привязывали крюк к длинной верёвке, прыгали в окоп и рывком выдёргивали мину из земли. Вот они её сначала сдёрнуть кошкою, а потом уже центральный, если там нету донного, нету бокового, значит, выворачивать центральный взрыватель. И складировали. Таким приёмом только сапёрная команда Дмитрия Калугина снимала около десятка немецких противотанковых мин в день. Самыми опасными были противопехотные прыгающие мины. Ребята называли их «усатыми», а солдаты окрестили «минами-лягушками». Это очень серьёзные мины, их очень трудно снимать, их не мин искателем, не щупом нельзя, не чумом нельзя. Там выходят три «усика», «усики» досопаны там чекой, от «усика» отходила проволоку в сторону, проволоку задел, эту задел, взрыватель сработал, пороховой заряд вышибает этот заряд кверху, ну, а там шариками наполнено, шарик на высоту два метра поднимается, и всё вокруг себя и поражает. Эти мины либо сдёргивали кошкой, либо подрывали на месте толовой шашкой. Тут уж приходилось полагаться не только на ловкость рук, но и на быстроту ног. Ставим толовую шашку на неё, трубка зажигательная положена, бекфодор шнур, 50 сантиметров, а так как нам 100 метров шнура не хватало на неделю, мы три подрывника, мы делали трубку 20 сантиметров, через 20 секунд она зарвётся. Вот я поджёг и бегу, до тех пор, пока я не услышал взрыв. Всего на счету сапёра «Кольки» Калогина около трёх с половиной тысяч обезвреженных миноснарядов. Строгий учёт работе вёл офицер, который командовал группой. Наш командир сидит где-то в стороне, и вот я, допустим, в этом месте, а другой там за километр или за полтора подрывник, а за трёх там, вот у него тут Акалугин, он с моей стороны взрыв, он палочку поставил, а этот сейчас шапочек взрыв, ему палочку поставил, и уже этот командир знал, сколько из нас каждый за день подорвал мин. В Курском областном архиве сотни рукописных карт разминированных районов. Они как напоминание тяжёлого труда сапёров, очистивших от мин огромные территории. Сколькими жизнями пришлось пожертвовать, чтобы эта земля стала опять безопасной? Вот так простым карандашом серым цветом обозначались места, где разминирование завершено. Красным опасные участки. Мальчишки знали, самыми коварными считались районы, которые раньше проверяли армейские сапёры. Фронт быстро катился на запад, тщательно обследовать поля они не успевали. Юным сапёрам приходилось очищать их заново. И работать на таких плохо разминированных участках, где мин вроде бы нет, было особенным трудом. После завершения работ старшие команд отчитывались перед проверяющими об очищенных полях. В последний день разминирования мы уже домой разъезжались. Он пошёл сдавать поля дмитровскому офицеру из дмитровского инкомата. И в это время, значит, его одна смерть, а дмитровскому руку это ранило. Офицер погиб. А с ним были уничтожены и список команды, и отчёт о работе мальчишек-разминированных. Сапёр ошибается только раз, но даже опытные сапёры ошибались. Что говорить о пацанах, наспех обученных разминированию? Меркулова Александра оторвала ему руку. Сычёв Николаев взрывной волной выбил ему глаза, повредило лицо, грудную клетку. Сморакова Серёжа разорвала на куски, хранит там даже, по кускам собрали. Тоже раненый был в спину. Мальчишки есть мальчишки. У них любопытство сильнее страх. Однажды ребята из команды Дмитрия Гридасова нашли странный шар, и уже начали было его разбирать. В следующую секунду Дмитрий столкнул шар в окоп и закричал «Ложись!». И вы что думаете, как рвали? Я в пыле, в грязи. Не слышу ничего, слышу. Глянул на рукав. Вата, половата, брюки эшфирканы. Были ботинки, ботинки полной крови. С рук течёт кровь. И сам не пойму, меня глушило. Если бы я пошатнулся немножко вправо, хоть на 2-3 стая, то мне прозрубило бы всё вот так вот. Так выглядела необычная мина, от которой едва не погиб Дмитрий Гридасов. Изготовлена из бетона, начинена металлической шарапнелью, а в середине тротиловые шашки. Немецкая пехота обычно сталкивала такие мины на крутых склонах навстречу наступающему противнику. Дмитрий Гридасов в истории с тем шаром отделался лёгким ранением. А вот брату Михаила Горяйнова не повезло. Осенью 44-го, когда подрывали найденные снаряды, осколок попал ему в ногу. Мальчишку доставили в медсанбург. Сам начальник госпиталя, опытный хирург, сделал ему операцию. Мы в окно плазмассовое смотрим, как его там кромсает. Ну, недолго кромсал, значит, выходит оттуда, что он сестре сказал, значит, делать. Выходит и им осколок подает. Покурили, покурили, ну вот, нате вам, ребят. А мы подошли, слушаем, что он будет говорить. Вот, это мало еще повоюет, он здоровый. Вскоре госпиталь двинулся вслед за наступающими войсками. А десяток раненых мальчишек, среди которых был и брат Михаила Горяйнова, отправили в районную больницу. По сути, на верную смерть. Из всего персонала лишь две медсестры. Ни медикаментов, ни перевязочных материалов, ни кроватей, ни продуктов питания. Раненым постелили соломы и оставили умирать. Михаил решил забрать брата домой. Я 64 побег ему, бегом. Прибегаю, бегом, значит, сестры увидели, ну, женщины, и заплакали. Я говорю, что вы, не успел ты, 30 лет. Ждал, ну, теперь, не дожди. После освобождения Курска от немцев в городе оставалось много оружия и боеприпасов. Один из таких складов обнаружили на окраине города. Любая неосторожность и арсенал взлетел бы на воздух. Все могло обернуться большими человеческими жертвами. Офицеру, саперу и двум солдатам помогали 4 15-летних подростка. Они грузили снаряды в грузовики, вывозили смертоносный груз за несколько километров от Курска и взрывали на дне глубокого оврага. Эта операция повторялась много раз. И каждый раз они рисковали. Песок снарядов 12, 10 снарядов. Ну, здесь 5, где-то снарядов 15 возили. И сидели на этих снарядах, пока коврагу к этому не подъедешь, заскай, институт. И спускали на веревках. Принимал сам офицер и два солдата. Вот спустили, положили, уложили их, бифордовый шнур к ним, пеньковый фитиль. И, мальчики, разбегайтесь на пацаны. Эта небольшая группа уничтожила несколько тысяч снарядов. Из отчета Курского областного управления Осавиахима о проделанной работе по разминированию в 1944-45 годах. Всего обнаружено и уничтожено мин и различных взрывоопасных единиц в количестве 2 миллиона 465 тысяч 378 штук. Мальчишки оставались мальчишками. Они были на войне и все равно играли в войну. Вот только оружие у них было настоящее. И боеприпасы не игрушечные. Пацаны по глупости озорничали, за что и получали от взрослых. Я их 19 штук разминировал, да еще пошкодил, значит, тоже с другом. Все это открутили, потом ее так вот тут тротил, тол. Зажили, да по деревне 19 штук поставили, как дым сделали. И не видно было, кто где живет. Кто организовал дымовую завесу, в селе знали. Кроме мальчишек-саперов сделать это было некому. Когда их наказали по первое число, от былой взрослости не осталось и следа. Ну, родители, конечно, хорошего. Ну, сдана дали, конечно. И там все, кто еще мог, так сказать, подсказать матери. Вот. Вот такие дела были. В ту пору, наверное, не нашлось бы мальчишки, который не знал бы, что находится в снарядах, минах и бомбах. Тратил для них представлял особую ценность. Можно устроить салют или рыбу глушить в реке. Потрошить мины Алексей Мазуров научился быстро. Можно прямо отверткой, вот, некоторой, прямо отверткой его вытаскиваешь отсюда, вытащить. Уже она, так сказать, наполовину безоружена. Безоружена. А потом приступаешь, вот головка. Вот здесь она выкручивается, головка. И тут капсуль, это основной. Это основной. Это когда она летит, ударяется, она сразу же... Его выкручиваешь, и тогда она становится, так сказать, безопасной. Минами, снарядами и бомбами были нашпигованы не только поля и леса. Не менее опасно было и в городах. После многомесячных боев Курск был буквально напичкан боеприпасами. Город бомбили несколько месяцев. А в начале июня 1943 года он подвергся одному из самых страшных во Второй мировой войне авианалютов. Почти сутки 900 фашистских самолетов не переставая бомбили Курск. На вокзале все ближние дома эвакуировали. Вот там много снарядов тоже было. Они же бомбились. По 500 самолетам налетало на вокзал Курский. Бомбили, очень сильно бомбили вокзал. Это почти центр Курска. Здесь весной 1943 года располагались артиллерийские и минометные позиции немцев. Место удобное. Отсюда простреливается вся восточная часть города. На этом направлении наступали советские войска. Выбить противника было нелегко. В этом здании был склад боеприпасов для минометной батареи. Армейские саперы обезвреживали его долго. Туда же на склад втихаря наведывались и местные мальчишки. И вот однажды случилась беда. Здесь, в стареньком доме, жили приятели Василия Гуляева. Во дворике стоял деревянный сарай. Там мальчишки обычно тайком и собирались. Хвастались друг перед другом своими трофеями. Однажды притащили гранату. Заигрались. Кто-то нечаянно выдернул чеку. Прогремел взрыв. Когда я прибежал в сарай, там без потолка, а балки какой-то. И вот там все это забрызвано. И кошка идет и как-то там брызглива лапой. Вот такой момент у меня забился. Ну, приехали, там скорая помощь, машину. Эту Женечку увезли в госпиталь военный. Дня три он там пробыл и скончался. Васю Гуляева спасла случайность. За несколько минут до взрыва родители по какому-то делу позвали его домой. По весну. Весной 1944 года команды по разминированию начали работать и в Курске. В этом здании располагалось областное управление Осавиахима. Пятнадцатилетний Вася Гуляев и еще шестеро подростков под руководством сержанта-сапера собирали мины и снаряды на улицах города. Часто отнимали их у местных мальчишек. Василий Гуляев уже не раз видел, чем заканчивались игры с боеприпасами. Кстати, выведать у пацанов их тайны мальчишке было проще, чем взрослому. Скольким малолеткам он спас жизнь, можно только догадываться. Ну, одно дело, когда этот старший сержант разговаривает с ними, а другое дело, когда мы там за шкирку, ну-ка давай показывай, где там натаскали снаряды. По свойству они и раньше скажут. Однажды они здорово подставили своего сержанта-командира. На окраине Курска нашли несколько снарядов и мины. Теперь предстояло тащить их на склад через весь город. Сержант решил отлучиться по своим делам и договорился с юным войском, что встретятся на месте. На том и порешили. Но мальчишкам очень не хотелось тянуть на себе эти проклятые тяжелые железяки. И тут они увидели трамвай. Ну, он ушел. Ну, а мы нести через весь город протести. То, что, ребят, ну, всегда находятся находчивые умельцы. Ну, поехали в трамвай. Мы выходим. Садимся в трамвай и едем. На нас никто внимания не обращает. И мы. Ни на кого. Ну, поставили. И стоим, разговариваем. Доехали до этого остеохима. Приносим туда. Сложили. До склада добрались раньше назначенного времени. Сержант еще не пришел. Мальчишки радовались, что так умно все провернули. Но когда начальник сержанта узнал, как пацаны доставили сюда мины, он чуть было не отдал подчиненного под суд. Остановило только то, что другого командира-инструктора ему взять было негде. Вот копия одного из отчетов о проделанной работе с мая по июнь 1945 года. Написан он от руки, как и большинство подобных документов того времени. В нем нет пофамильного списка команд, только количество участников. По Сталинскому району Курска 6 человек. По Кировскому району Курска 13 человек. И так далее. Тогда это было неважно, кто и сколько разминировал. Ни о наградах, ни о почестях речи не было. Надо было спасать родной город. Так думали пацаны. Они еще не знали, что через шесть десятков лет в наши дни все станет с ног на голову. И оставшиеся в живых мальчишки-саперы еще пожалеют о такой поспешности или нерадивости своих командиров. Из отчета Курского областного управления Особиахима о проделанной работе по разминированию в 1944-45 годах. Подготовлено и работало 63 команды. Подготовлено бойцов-минеров. В 1944 году 4558 человек. В 1945 году 1480. Итого 6038 человек. В 1992 году администрация Курской области решила воздать должное бывшим юным саперам. Тогда несколько сот человек получили удостоверение участников войны. Им стали выплачивать надбавки к пенсии за счет областного бюджета. А в 2000 году был принят федеральный закон о ветеранах. Статус участника Великой Отечественной войны получали те, кто занимался разминированием до 9 мая 1945 года. Но разве сразу после этой даты работы прекратились? Была в законе и одна весьма существенная оговорка. Там написано, участники разминирования считаются участником Великой Отечественной войны при наличии архивных документов. В Курский областной архив пошли запросы. Но чаще всего пожилые люди получали ответ. Списки бойцов-минеров отсутствуют. Подтвердить ваше участие в работах по разминированию по документам архива не представляется возможным. Необходимые бумаги нашлись только у нескольких счастливчиков. Дмитрий Гридасов из их числа. Согласно закона все должны получить пенсию, получать как участники войны. Но в архивных документах документов не оказалось. Оказалось из нас Бобров, Шубаков, Гридасов, Насыров, еще один забыл я фамилию. Вот другой список саперов, составленный еще в 44-м году. Отметка против фамилии – это те, кто получил удостоверение участника Великой Отечественной войны. Семь человек из 44-х. Многие этого удостоверения так и не дождались. В разгар архивных поисков стали говорить, что списки юных саперов уничтожали специально. И для этого подозрения нашлось основание. Это копия письма офицера Ивана Помоланина, бывшего руководителя команды Разминеров. В свое время он возглавлял одну из региональных структур организации, которая пришла на смену Асавиахиму. В 1962 году было получено распоряжение об уничтожении всех документальных данных о проведении работ минерами. За исполнение этого распоряжения я обязан был расписаться. Дата – подпись. Кому помешали эти списки через 17 лет после окончания войны? По одной из версий, которую разделяют некоторые ветераны, в списке детей саперов исчезли еще до Нюрнбергского процесса, на котором судили руководителей Третьего Рейха, чтобы им могли инкриминировать привлечение детей к военным действиям. Имеется в виду создание организации «Гитлер-Юген», члены которой воевали против Красной Армии в самом конце войны. Видимо, у нас тогда боялись контрабвинений. После Нюрнбергского процесса, когда предъявили этим фашистам о том, что они несовершеннолетних привлекали к боевым действиям, ну, а там адвокаты или сами, я не знаю, кто, заявили, но ведь Советский Союз тоже привлекал несовершеннолетних к боевым действиям, к участию в разминировании. Есть и другая версия. Засекретить факт привлечения подростков к разминированию якобы решил сам вождь, товарищ Сталин. Мол, мера была вынужденная, гордиться тут нечем. Тему детей-минеров закрыли якобы еще до окончания войны, перед одной из конференций союзников. Сталин в 45-м году поехал на Ялтинскую конференцию и задал вопрос, что немцы призывали несовершеннолетних воевать. А ему говорят, да, товарищ Сталин, немцы посылали, но они не воевать посылали. И они обули, одели, вот, и они в тылу были, охраняли, сопровождали и прочее. А вы своих несовершеннолетних детей собрали в кучу, загнали на минные поля, их там половина осталось. А он говорит, у нас таких нету. Но не только в списках было дело. Когда уже глубокие старики обратились в архивы за необходимыми справками, они поняли, даже незначительная ошибка или опечатка лишала их законных прав. Получалось, в саперных командах их не было, и они не ходили под угрозой смерти по минным полям. Это копия ведомости по сдаче экзамена на меню. Почерк не везде разборчив, писали на слух. Фамилия Сибелёв, например, написана через «и». Та же ошибка перекочевала и в напечатанную ведомость. Несмотря на эту путаницу, в начале 90-х Виктору Сибелёву выдали удостоверение участника войны. Но потом почему-то перестали доплачивать ветеранский пенсии. Даже они не могут ничего, не положено, и всё. В Курской области были случаи, когда представители власти удостоверение участников войны у ветеранов попросту отбирали. Представьте себе, людям было по 15 лет, по 16-м году, даже за патриотизм им нужно было присвоить участника войны, плохо обученные, не принимавшие присягу. И на тот свет уходили, коллегами становилось. Их было почти 150 тысяч по всей стране. Сколько детей-сапёров дожили до наших дней? Единицы. Дмитрий Гридасов своё удостоверение участника войны получил. Но ему горько за тех пацанов, которым спустя 60 лет говорят, в списках не значитесь, значит, сапёрами не были. Михаил Горяйнов из их числа. Извините, я говорю то, что я за это отвечаю, я буду, пусть меня казнять, я скажу перед смертью это. За что над нами издеваются сейчас? Недавно Михаил Горяйнов перенёс второй инфаркт. Результат судебных разбирательств. А ведь речь идёт не только о крошечной прибавке к пенсии, но и о справедливости. Обиды этих стариков позором ложатся на потомков. Тогда, в 44-45-м, первыми на помощь раненым сапёрам спешили девушки-санитарки, входившие в группы разменёров. Одной из них была Татьяна Тюнякина, которая согласилась рассказать нам о тех драматических событиях. Но наша встреча так и не состоялась. В день, когда съёмочная группа собиралась на выезд, Татьяны Семёновны не стало. О смертельно опасных, недетских играх тех мальчишек и девчонок наш фильм. Это попытка открыть ещё одну незаслуженно забытую страницу Великой Отечественной войны. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова